здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на канале альтекс дочь или бытовой немецкий сегодня мы с вами будем учиться описывать различные персоны и кроме этого поговорим о прилагательных и о том как они изменяют свое окончание в зависимости от падежа и от числа на русском языке каждый из вас может описать любого человека которого видите вы можете описать как он выглядит во что надет вы можете предположить сколько ему лет даже предположить где он живет в большом городе или в деревне возможно женат или не женат и так далее и тому подобное на немецком языке можно сделать то же самое то есть существуют определенные кирпичики с помощью которых можно также описать ту иную персону и мы рассмотрим сегодня эти самые кирпичики и так мы возьмем несколько кирпичиков помощью которых мы будем описывать это aussehen то есть как та или иная персона выглядит aussehen выглядеть alta это возраст воны это где живет фамилия это семья бюх это профессия хобби это хобби или какие-то предпочтения и так начнем с первого aussehen и у нас имеется здесь вот такие вот камушки die person ist и потом дальше внизу идет какие-то слова помощью которых вы описываете персону спортlich спортивная шланг стройная интеллигент умная лангварих скучная интересант интересная симпатишь симпатичная или die person sieht sportlich aus то есть персона выглядит спортивной die person sieht schlank aus die person sieht intelligent aus die person sieht langweilig aus и так далее потом вы можете описать допустим одежду seine oder ihre kleidung ist modisch ihre kleidung ist schick oder ihre kleidung ist konservativ ihre brille ist auch modisch oder schick oder konservativ то есть я думаю что здесь вам понятно как переводятся вот эти слова модные шикарные или консервативные теперь переходим к возрасту alter oder sie ist vielleicht 22 я а то есть можете предположить и ist june он молодой oder sie ist june их denke er ist über fünfzig я думаю он старше 50 то есть вы можете уже ставить какие-то предположения wohnen er oder sie wohnt in einer großstadt она или он живут в большом городе sie wohnt in berlin sie wohnt auf dem land то есть где-то в деревне sie wohnt allein она живет одна sie wohnt bei seiner familie oder bei ihrer фамилия то есть у его в семье или в своей семье mit ihrem freund zusammen она живет со своим другом und die Wohnung ist groß und hell квартира большая светлая теперь переходим к семье фамилии er ist verheiratet он женat sie ist allein erzählt она может сказать мать которой одна воспитывает ребенка sie ist sie null она одинока sie hat zwei kinder zum beispiel oder er hat drei kinder beruf er oder sie arbeitet als friseurin zum beispiel arbeitet als köхен arbeitet als lehrerin sie arbeitet als die lehrerin bei du musst gesagt dir er macht eine ausbildung als koch oder er macht eine ausbildung als kaufmann то есть он получает специальность в качестве допустим продавца и так далее hobbys sie oder er macht gern sport занимается спортом oder sie liest gern читает охотно и любит читать sie liebt компьютершпiele она любит играть в компьютерные игры er mag musik он любит musik музыку oder sie kocht gern она любит готовить и так далее oder sie geht gern spazieren sie geht gern shoppen sie geht gern ins kino oder sie geht gern ins teater то есть vorlieben то есть что любит человек делать то есть любит гулять любит шоппингом заниматься любит ходить кино или любит ходить театр вот вам уже первое описание которое вы можете взять вот с помощью вот этих вот таких вот камушков и теперь сразу вам пример текста где мы описываем одну женщину либо девушку das ist anja mehr sie ist schlank und groß sie ist 35 jahre alt sie ist 1 meter 75 groß schlank hat dunkelblonde haare und braune augen sie trägt oft einen roten blower eine blaue hose ein weißes t-shirt und schwarze schuhe sie ist verkäuferin sie mag sport und hört gerne musik sie fährt gern auto sie ist nett und immer freundlich вот вы попробуйте точно по этому образцу тоже описать какого-нибудь какого какого-нибудь человека знакомого вам друга подругу и так далее а а а а